Идем! Друзья, добро пожаловать во второй тур. Здесь мне встречаются ультрамалиновые чуваки. Вернее, колобки и тегории. Что там можно еще взять? Плюс Блады. И, конечно же, новая фишка Инквизиция, которую можно переименовать в Всем Котя, пацаны. В общем, такая сборная солянка, против меня смотрим. Хаммер и Эндвилл. Против нас ультрамарины вместе с Блодами. Два бастиона, две башни против друг друга. С одной спрятались клопки Тегуриус, Катэс. Рядом стоит Мефистон. Здесь пушечка вместе с техмарином. В резервах там, где те резервы. Кого только нет. Кирпич летающий. Сотники. Разербэк. Вот это со скаутами. А это сопровождает его. У меня тоже такие выстрелили здесь за зданием. Там культисты. Здесь еще облитераторы. В резервах облитераторы и культисты. Если у вас все еще нет причин ненавидеть ГВ, то вот вам еще одна. Котя. Всего за 100 очков. Он вместе своим отрядом перехватывает все резервы, выходящие в 12 дюймах от него. Причем может делать это неограниченное количество раз. На любой отряд. Всем раздать. И естественно, а как без этого, он может генерить свои силы из Дивенейшна. То есть давать рерол еще всей этой бане своей, кого он захочет. Единственное, что могли ГВ сделать такого, чтобы ну просто полными уродами себя показать. Дать его всем. Что они собственно и сделали, выпустив новую инквизицию. Вне детачментов. Вне всего. Его не струбцует. Просто берешь одного Котя, вставляешь его в любой свой отряд, с кем он имеет Батл Бравер. А в Спейс Марине, с Инквизиции чуть ли не все братья навек. И в данном случае у нас три Колобка с Тигурем, с Котей, которые обкастовываются всем, чем могут. Реролы, инвулии, там перебросы чего хочешь. Противник проклинает его. И перехватывает все вокруг своими гравицапами, понимаете? Ну и заодно, что уж совсем жизнь медом не казалась, они естественно сядут в домик. Хорошо, у меня тоже домик есть, которому гравицапы эти ничего не делают. Ну и в данном случае рядом еще бегает Мефистон, на которого видимо будет кастить четвертый мульт. У него своего-то нет. Вот, и он там будет... Он, кстати, нагенерил из биомансии, там будет все повышать, увеличивать все. Баночки. Ну и остальное там так. Для, так сказать, фону. Главная фишка это вот башня в центре с тремя Колобками, которые все перехватывают. Для моей армии, естественно, все это жесть, потому что я весь выхожу, поэтому я не особо стал туда пихать в резервы. У меня обли на столе уже две пачки. ДПшки там сидят, ну так дракончиками видят, и там одними облями можно в 12 где-нибудь упасть. Такая вот новая пава, пацаны. Пацаны сели в здание наверх на батлмент, сидят, смотрят вдаль, вдали им видят ровно черный силуэт нашего бастиона. Из фандер фаеркэнона сюда шаблончик упал сюда, чуть-чуть подбил. Здесь три раны всего, лукаут с этого ушел на всех остальных, проскинули ледак. Мне нравится, как Марк откидывает лукауты на 4+. Невозможно убить там по 5, по 7. Сейчас всего 3, но тоже неплохо. И оппонент приносит нам подарок. Зачем-то ставит свой этот жуткий отряд наверх бастиона. Такой плотненькой кучкой. Ну даже пусть там 4-й инвуль на нем, пусть и кавер тоже 4-й есть. Вот, но сейчас посмотрите. Мы влезли в свой бастион, постреляли плазмами, унесли одного и одну рану повесили. А там чуть-чуть подвигались, девочки подошли с жопой к рилею на всякий случай. Три ласки, да, выжали последнюю вунду, осталось их всего один колобок и ледак прошли. Этот на 24, 7 пробежал, прибежается к Кэнону. Этот просто в упор подлетел, ждет там Мефисто, не знаю, что его. Что придет, то и будет. И здесь наш Марк подвигался к Геренцу и все. Накидали туда маленьких шаблончиков, и этого хватило. Три раны там не смогли откинуть. Плюс ласочка и один колобок, это не три колобка. Поплатился оппоненту за свою ошибку. Но мы тоже делаем какую-то ерунду. Все-таки ДПшками нужно играть гораздо осторожнее. Ну зачем я вот Кохорницкого, грубо говоря, я опять отдал. Сейчас у него все войдет, все что можно, и он тупо умрет. А вот из-за ничего абсолютно правильная игра. Там прячется такого невиданного. Сверху не постреляешь, нужно спускаться. А спустился, значит мы сможем целить твой Бастион там. В общем, ДП вещь хорошая, но надо играть очень осторожно. Нельзя вот так вот и кидаться. Нельзя. При том, что сейчас будет оппонент выходить резервами. Остался бы там в диплоне, ну полетал бы там или как-нибудь. Все лучше. Ну и роль второй пачки облей в том, чтобы помочь культистам держать релей, потому что пушка, понятно, могла их снять. У оппонентов все резервы, которые он не хотел, чтобы вышли, они вышли. А те, что хотел, чтобы вышли, они не вышли. Это был именно Штром Рейвен. Проклятые упали сюда, из мельц один раз всего лишь пробили, хотя все попали. Третий результат, пацаны все откинули. Эти мисхапнулись сюда, хотели встать сюда, мисхапнулись. Я поставил их рядом, они на шесть разбежались в свою базу. Выехал там спидер, шаблон, огнеметный, что-то еще постреляли там блайндом. Короче, убили троих чуваков всего. Прошли все, что могли, ледокие, блайнды и так далее. Вот это говно выехало. Из своей пушки ДП мне в столп лажбило, к сожалению. Он остался в двух вондах. После этого мефистон стрельнул, откинул, а вот колобок его разобрал. Эта пушка ничего не смогла сделать, и там еще вышли снайпера. Второй граунд-тест за турнир, второй провал. Не знаю, что с этим делать, невезучий догончик у меня. Ну, естественно, после этого судьба его была предрешена, дожали там вопрос. Приятно отстрелялся Разербэк, шестерок накидал сразу. Не то, что я три плюс-то один раз кинуть. Но зато резервы оппонента вышли не как он хотел. Кирпич очень хотелось, нет. Все остальное он затыкал рилеем обратно, нет, вышло. То есть, вся вкуснятина для драконов на столе. При этом, в диплой-то они, собственно, ничего не сделали. Даже проклятые с тремя мертами не смогли ушатать бастион. Да что там говорить? Культисты остались на рилее. На второй ход вышли два дракона, не вышли облитератора, испугались, видимо. Драконы прошли по осолдникам. Остался один, его добили четыре культиста. Занесли ему один армор, он умер. Из огнеметов отсюда, огнеметов отсюда, остался один проклятый. Горит, но не горит. Здесь из спаренных мель взорвали кораблик, почарджили трех оставшихся чуваков, вырезали черты матери. И здесь самое смешное в этой партии, что произошло. ДПшечка наш. Накастил, получил, короче, вунду себе. Получил флешбейн, который у него уже есть на дарах. Пролетел вектор страйком, заинстил Катеса. Тут не откинул локаут и погиб. Летит Катеса, но пытался тут закинуть им Тафнес-тесты. Попал в них, но они от динаили, никто даже ничего не кидал. Выпала шестерка у ДП на Биомансе, решил оставить, потому что Айрон Арм уже был, но даже не дали тут позабавиться, покидать Тафнес-тесты. Но зато нас оппонент разлег максимально 2 копейки у Катеса. Локаут, второй армор и лапами драконову хвать! И понес к себе в гнездо. В остальном разобрались со всем, чем могли. Вроде как остался один проклятый. Третий все-таки 0. Такая штука. Могло больше остаться, если бы кидали чуть получше. Придется его как-то дожимать, это неприятно. Но там есть кому. Главная проблема это кирпич, который сейчас выйдет, там что-нибудь настреляет, ДП нам собьет. В общем, неприятно. Но, тем не менее, ничего сделать с этим мы не можем. Вышли теперь резервы. Все-таки все всадил в этого дракона. Локет, велосиди и хуллпоинт, минус. Один остался. Здесь, я не знаю, что делать. Снайпера, держа залпом, посадили ДП в пол. Осталось две бунды. Эта хуже стреляла. Теперь по сидячему она один раз попала, ни разу не пробила. Дострелял вот этот негодяй. Меня ничего не смог сделать. Значит, этот пытался дракона дожать, но одна шестерка попадания, ноль на пробитие. На результат, вернее. И здесь проклятый ходит. Убил одного культиста, они летать прошли. Третий бросок граунд-теста на турнире. Пошли вы все в жопу. Это не смешно. Три броска, три плюс, ни один не пройдет. Не знаю, что с этим делать. Причем опять это какие-то снайпера дурацкие. Пять винтовок заносят мне. Не вопрос. Граунд-тест еще и рано снимает. Вторая, естественно, снимается, кому ударяется лбом об землю. А там огневая мощь нормальная. Такая тоже какие-то, господи, осолдкой, осолдкой. Но зато мне нравится, что кирпич, такой кирпич. Ласка. Мультимельта. Куча ракет. Срать вообще абсолютно. Постоянно так играет. Свои 200 очков как-то, не знаю, не отыгрывает. Нужно два кирпича. Наши облитераторы так и не вышли. Зачем они нужны? Эти влезли в бастион наш. Из мультимельт взорвали к чертову матери. Девять хитов. Колобок умер. Тигуринус нормально. Вектор страйки по минимуму, естественно. Здесь. В снапшоты один хулпоинт сняли. Здесь тоже один хулпоинт сняли. Все. Этот убил скаутов, этот пытался сюда сжечь. Нет. Оттуда ласки пытались сюда, не попали. Что еще? Вышли наши культисты, стреляли, не смогли пронести ни одной раны. Эти убежали подальше от страшного огня. Рину не можем разобрать. Штромтейл не можем разобрать. Я удивлен, как снайпера сгорели. И играем на киллпоинт. Поэтому там последнего проклятого нужно дожимать. Культисты бегут подальше, вне зоны действия пушки техмаринской. И не выходят наши облитераторы. Очень сейчас бы они там выжгли бы все. Рину бы мы все-таки перевернули бы огнем. Там ее сидят пять хенчменов. Рина плюс хенчмен 2 киллпоинта, между прочим. Наши драконы в крае стола повернуты жопами ко всему. Короче, может, как мы много кого поубивали, но как-то дальше все не клеится. Четвертый ход. Пацаны развернулись. Но зачем это все не нужно было. Просто вот это с апшотами. Два попадания убило спокойно вообще, не вопрос. Попытались сюда. Это только попало. Тоже все в ховере. Шестерки, не вопрос. Куча шестерок. Третий результат. Мы, кстати, его не поигнорили. Вот. Сюда нам шаблончиком убили. Сколько-то, дай посмотрим, что у нас. 4-6 убежали. Нет тут этих пацанов. Один ссанный развербек нагадил больше, чем вся остальная армия. ДП завалил. И теперь еще дракона в попу наявил. Наш четвертый. Наконец-то вышли пацаны. Врекнули это говно. Отсюда пацаны вышли тоже наши облитераторы. Ласками. После того, как дракон, ушедший он-гоинг, всего лишь заимобилайзил, они дожали ласками, взорвали. Двое умерло, один остался. Убежал. Ну, да, бежит еще. Здесь эти на 6 подвигались, добили осолток проклятого последнего. Эти в угол отжались совсем. Нажимаем киллпоинт. И хенджман, правда, нам решил не отдавать свой киллпоинт. Выжил в огне. Побежал, но у него всего лишь их было трое. Значит, он не менее 25%. Он может спокойно свой ледак прокинуть и вернуться в строй. И пока там висели все флайера, но мы решили, что все-таки надежнее убить талон, а не рейвен. Рейвен все-таки 12-я броня, плюс керамидовое бронирование, чтобы он горел в огне. И, как всегда, все мы зачистили там, где у нас были обли. И они медленно, наверное, куда-то идут, пытаются стрелять, но толку уже гораздо меньше. Потому что на 48 они стреляют раз в два хода. Пятый ход. Пацан установил со снапшотами. Отсюда залп полный сюда. Даже отсюда сюда. Три рунды сделали мне. Двое осталось их, подчаржил. И фистошка. Вот, четыре рунды донес. Все-таки дали. В ответ ему гарили две. Одну он по Эдвилну даю, который на себя накастил, восстановил. Вот, Егурис там покастил всякого говна. Четвертый инвульф, там, рерол и прочее говно. Мы ласками отсюда достреляли пацана бедного. Значит, здесь драка мне внесли в инду. Умер, я внес в инду. Откинули ФНП. Плазмами сюда повесили хулпоинт один. Наш вышел, там хулпоинт не установил. Прячется. Килпоинты. Приходится ласками дожимать хенчмана одинокого. Форсит нас Мефистон. Мы в ответ ничего, к сожалению. И обязаны выйти нашим дракончиком. Прячемся там максимально за домом, чтобы четвертый кавер иметь от этого кирпища дурацкого. Кирпич полетел на максимум. Долбил из мультимедита мне. К сожалению, четвертый не откинули. Мы ковер умерли. Нам там накинули шесть. Убили форсой моего литератора. Три раны мы сделали. Он одну провалил. На касте там все роллы хит. Не важно, пацан прячется. И мы в конце здесь из мультимедита не смогли. Одной попали. То есть из спаренных мельт одной попали. Не пробили. А вот из-за солток две шестерки. Третий ковер за это говно. Один не откинут. И, к сожалению, не смогли. Одна... Ну, пятьдесят очков получили за плави. Ну, что я могу сказать. У оппонента не сыграл главный его этот отряд. С колобками сразу он совершил ошибку. Потерял большую часть огневой мощи. И там, конечно, Котя очень смешно умер. Но, тем не менее, все равно он там уже ничего, собственно, не делал. То есть, главное, вот это давление в центре сразу было снято. И уже было гораздо легче. Получилось, что Тегурии ничего не делал. Мефестон тоже там что-то бегал, ходил. Из пистолетика стрелял. Прятался. Боялся. Потом только там случайно в конце облей. Которые запоздали. Прибил. Не прокинули второй мой армор. Нас там пофорсили. То есть, как бы так. Ни о чем. Но у нас, например, абсолютно не сыграли ДП. Ничего не сделали. Вот там 500, что ли, очаги. Все это вместе стоит 600 даже, по-моему. Нет, что. Просто полетали. Словили стрельбу, которую больше никуда нельзя было влить. Нельзя так играть. Нельзя. Не буду больше. Буду бить себя по рукам. Аккуратненько. Надо тоже прятаться спокойно. Там с вами домик. Чик-чик. И все такое. Не трогайте меня. А потом, если кто-то приходит, отрывайте многие. И все. В общем, смешная партия против нового Павера. И 12-8. В результате опять такая легкая победа. Моя самая любимая. И я затащил. Оставайтесь с нами. Увидите заключительную партию против стрелка. Чемпиона нашего новичкового турнира. Приперся он своими некронами. Играть собрал все, что было на 1850 очков. Греб. И пришел. Ну и как видите, победы у него были. Раз он со мной в третьем туре играет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok